Мы с вами на древе ядерных протистов уже познакомились с Амебазоа, с Альвиалята, с Астроминопилес, немножечко с Белерезари, возможно, чуть больше пойдем в зависимости от нашей скорости. И это занятие начнется с Экскават. Это такая достаточно обширная паразитическая группа протистов. Ну, там есть не только протисты, но в основном все-таки протисты. Можно, я сейчас обращусь к нашему системному администратору, можете мне выслать ссылку на YouTube-трансляцию, чтобы я смогла смотреть чат. Если мы поговорим об общей характеристике Экскават, то обитают они в почве, в воде, и многие являются комминсалами и паразитами бестозвоночных и подвоночных животных. Значит, комминсалы – это сожители, которые никак друг к другу не глядят. Большинство из Экскават являются гетеротрофными животными, однако некоторые сохранили автотрофность. Одноклеточные стадии у них бывают жгутиковые и лимонадные, а также могут быть амембоидные. Многие представители способны на образование цист. И перечисленные вот эти жизненные формы, такие как монада, амеба и цист, могут наблюдаться даже у одного и того же вида и чередоваться в ответ на изменения внешних факторов, таких как наличие или отсутствие пищи, температура, влажность почвы и другие. Встречаются в некоторых случаях и другие жизненные формы, например, псевдоплазмодий. Плазмодий – это, соответственно, клетки, соединившиеся в единую структуру, которая потеряла межклеточные контакты. Соответственно, они могут образовывать нечто подобное. У жизненных стадий большинства экскават насчитывается лишь один жгутик. Лишь одно ядро, простите, и два неравных жгутик. А при этом передний жгутик совершает вращательные движения, как бы ввинчиваясь в воду и обеспечивает движение клетки вперед. Достаточно часто жгутик может быть связан с поверхностью клетки и образовать ондулирующую, то есть извивающуюся мембрану. При этом корешковый аппарат чаще всего представлен, ну не чаще, всегда представлен фибриллярными и микротрубочковыми корешками, фибриллярными и микротрубочковыми корешками, которые достаточно близко лежат к поверхности. И они поддерживают характерную форму клетки. В подавляющем большинстве у экскават есть продольная вентральная пищевая бороздка. И в этой бороздке проходит задний жгутик и часто располагается клеточный рот. Задний жгутик, соответственно, может быть сильно редуцирован вплоть до корешкового аппарата. В митохондрии у разных представителей экскават со различными типами крист, то есть вот этих впячиваний. Некоторые подцарства дискобы, например, имеют дисковидные кристы, а у многих экскават митохондрии вообще утрачены и полностью их заменяют рудименты, такие как гидрогеносомы и митосомы, у которых, собственно, представители, у которых отсутствуют митохондрии, являются анаэробами и многие обитают в кишечнике животных. Вероятно, такая организация клетки с двумя жгутиками пищевой бороздки была исходной для огород. В разных эволюционных линиях конвергентно шли подобные процессы. То есть мы можем увидеть вот такую монарную форму не только у экскават. Сейчас я открою. Окей. Значит, посмотрим просто на то, как выглядят различные кристы митохондрии. Вот, соответственно, у них у экскават бывают пластинчатые кристы, дисковидные кристы и трубчатые кристы. Начнем мы с царства дискобы, у которого, собственно, дисковидные кристы. Есть типа якобидов. Тип дискоба самым распространенным представителем являются якобиды. Это такие гидротрофные, очень маленькие жгутиконосцы, размер которых варьируется от 8 до 10 микрометров. Это при условии того, что в одном миллиметре у нас 1000 микрометров. Они свободно передвигаются у поверхности субстрата, иногда бывают прикреплены и образуют органические домики. Якобиды достаточно слабо изученная группа, которая не имеет большого практического значения, но по строению клетки они напоминают, скорее всего, общего предка для всех эукариотических организмов. У якобиды имеются два жгутика, передний и задний, собственно, а также вентральная пищевая бороздка, в которой и располагается задний жгутик. Края и дно пищевой бороздки поддерживаются микротрубочком-скелетом, который отходит от базальных телец-жгутиков. И в области пищевой бороздки также у нас идет поглощение пищи, которую подгоняет туда задний жгутик и образуются пищеварительные эвакуоли. У якобид обнаружен аномально крупный митохондриальный геном, в котором насчитывается порядка 97 генов умлекопитающих и других многоклеточных животных. В геноме митохондрии насчитывается около 13 генов, которые кодилуют белки. При этом ген РНК-пульмеразы у якобид сходен с таким же геном у эобактерий, а не у других эукариот. И совокупность этих признаков, собственно, дает нам возможность предположить, что якобиды являются очень древними представителями дископа и вообще древними представителями эукариотических клеток в целом. Следующий тип – это гетеролобозы. Для них характерно наличие жгутиков у аномбоидной формы. И в них входит несколько классов. Первый класс – это перкаталата. Это гетеротрофные одноклеточные формы, размер которых достигает тоже 10 микрометров. И у них насчитывается два жгутика. В некоторых случаях может насчитываться много жгутиков. Своим внешним видом многожгутиковые формы гетеролобозы напоминают инфузоний. Второй класс – это цизоперенида. И у них наблюдается тенденция к приобретению аномбоидной подвижности. Движущиеся, собственно, аномбы образуют на переднем конце одну крупную лопатообразную псевдоподию, а на заднем конце – тонкие филоподии. И, например, у почвенной аномбы неглирия в зависимости от влажности почвы и концентрации пищи, питаясь анобактериями, происходит чередование аномбоидного и монадного состояния, что вообще в целом достаточно характерно для группы дискоба и для группы экскавата в целом. Когда пища перестает хватать и почва осушается, она приобретает, собственно, монадную форму. Если же пищи хватает, а почва умеренно влажная, то, собственно, эта аномбоидная глирия приобретает форму аномбы и ползает по почве с помощью псевдоподия. Когда условия меняются, то они выращивают себе жгутики и становятся расселительными формами, собственно, формами со жгутиками. При превращении жгутиконосца в аномбу жгутики и банальные тела разбираются, а при обратной трансформации спирается заново. При этом сборка жгутикового аппарата происходит примерно за 6 часов. Но это, на самом деле, достаточно долгие условия длительности жизни этих животных. Но при этом они могут достаточно эффективно подстраиваться под окружающую среду. В неблагоприятных условиях они становятся абсолютно неподвижными и защищают вокруг себя оболочку цист. Собственно, что мы тут можем увидеть? Мы можем увидеть монадную форму. Мы можем увидеть амемблоидную форму. И мы можем увидеть, собственно, форму цисты. Вот та же самая неглерия, собственно, которая относится к классическим кедролобозным амембамам, вызывает достаточно тяжелые заболевания мозга, потому что она попадает в мозг, начинает там выедать нервные ткани, чем может вызывать достаточно тяжелые осложнения в высшей нервной деятельности. Заразиться неглерией можно в момент купания в воде, которая заражена, собственно, этой амембой, при вдыхании этой воды через носовую полость. Она, собственно, прогрызает просто стенку и попадает в мозг. Следующий тип, который также относится к экскаватам, это тип Эвглена Зоа. Наверное, всем знакомая вам Эвглена Зеленая. У нее есть два неравных жгутика, которые отходят на дне жгутикового кармана. Собственно, вот мы видим жгутиковый карман. Вот раз жгутик, второй жгутик вот здесь вот остается. Он не выходит оттуда. На переднем конце клетки этот жгутиковый карман располагает. Соответственно, клетка будет двигаться вот в ту сторону. Длинный передний жгутик используется для локомоции, то есть для перемещения. И обеспечивает в целом подвижность. Он укреплен изнутри белковым стержнем, который проходит рядом с аксонемой. На всякий случай напомню, как выглядит еще поперечный срез жгутика. То есть если мы вот так жгутик посмотрим, то мы увидим девять пар микротрубочек. У меня не влезло, но их девять. И пару микротрубочек по центру, которые называются, собственно, аксонемой. МТ – это микротрубочки, соответственно. Вот это аксонема. Она тоже образована из пар микротрубочек, но имеется, собственно, на название. И вот рядом с этой аксонемой проходит вот этот, собственно, белковый стержень, который называется проксимальный тяж. Проксиальный, простите. Который обнирует всю эту конструкцию и позволяет ей как-то более эффективно извиваться. На своей поверхности передний жгутик несет мастиганем. Мастиганемы – это такие отвлекления от жгутика. Они могут быть сложные, могут быть простые, и, соответственно, простые мастиганемы представляют из себя просто такие выросты волоскообразные, которые отходят от жгутика. Второй жгутик достаточно сильно редуцирован и будет скрыт целиком в жгутиковом карман. Жгутиковый карман при этом представляет из себя рудимент вентральной пищевой бороздке, то есть тип гленозола мы можем считать достаточно сильно проэволюционировавшим. Иногда жгутиковый карман у эвгленовых могут называть глоткой, но это будет клеточная глотка, как она, например, есть у инфузорий. И в этом жгутиковом кармане может открываться жгутиковый, ой, не жгутиковым, ну, а нет, в жгутиковом кармане может открываться клеточный рот, который будет снабжен особенностью стилетного аппарата из микротрубочек. Метакондрия у эвгленд с дисковидными кристами, покровы эвгленовых принято, как и покровы инфузорий, называть пилипкула. В некоторых случаях их называют кутикула, но это синонимия, скажем так. Соответственно, под плазмолемы у них проходит слой белковых лент в постпродольном направлении таким образом, что поверхность клетки имеет достаточно характерную исчерченность. Я не знаю, насколько вам это видно, но здесь в целом на схеме отопрежено, что вот такая вот исчерченность у клетки есть. Сейчас. Между соседними лентами могут располагаться микротрубочки, которые соединены с этими лентами с помощью моторных белков. И за счет такой моторной системы для эвгленовых становится возможно скольжение лент относительно друг друга, то есть эти ленты могут смещаться. Что приводит к изменению формы клетки при особым движении, которое доступно для них, это движение можно назвать червеобразным, но на самом деле это движение будет называться метаболия, то есть, соответственно, изменение объемов тела. Многие эвгленовые обитают не в толще воды, а в студенистых илах, которые носят название сэропропель. В такой вязкой среде достаточно затруднительно продвигаться исключительно за счет жгутика, поэтому и возникло вот это явление метаболии или червеобразного движения. Большинство эвгленовых, примерно две трети видов, являются гетеротрофными животными, но есть и автотрофные формы, у которых сохраняется хлоропласт. При этом гетеротрофные виды способны к фагоцитозу, у них имеется клеточная глотка, которая открывается на дне жгутикового кармана, и к осмотрофному питанию, то есть просто всасывание еды всей поверхностью тела при разнице концентрации, соответственно. Таким образом получается, что эвгленовые у нас будут сочетать фаготрофные способы питания, осмотрофные, которые присущи грибам, и фототрофные, которые характерны для растений, тип питания. И чаще всего эвгленовых все-таки активно рассматривают в курсе альгологии и мифологии, то есть низших растений и грибов. Собственно, по поводу жгутиков. Вот здесь мы видим два жгутика. Это передний жгутик, это задний жгутик, который сильно редуцирован. Передний жгутик опушен мастиганемами. В этом случае мастиганемы простые, мастиганемы бывают еще сложные. Они могут быть трехлопастные, тогда у нас есть одно общее начало, и здесь будут три ниточки. Могут быть какие-то более сложные мастиганемы. В этом же случае мастиганемы просто такие вот белковые палочки. Значит, по поводу жгутик. Ну, это я вам уже рисовала. Соответственно, тут у нас есть сам жгутик и есть парафлагиальный тяж, вот он, который образован из белочков и армирует всю эту композицию. Значит, эвглены могут быть разные. Например, вот могут быть эвглены с двумя передними жгутиками, при этом ни один из них не редуцирован. Эвгленовые входят под тип кинетопластида. Это такие гетеротрофные жгутиконосцы. Они свободно живущие чаще всего или паразиты. Для них характерно наличие единственной очень крупной митохондрии. И у них имеется кинетопласт. Это участок митохондрии, в котором находится скопление митохондриальной ДНК. И митохондриальная ДНК кинетопластид представляет из себя польцевые молекулы двух типов. Там есть макси-польца и мини-польца. Соответственно, и те, и другие будут представлены во множестве копий. Так что митохондриальным геномом можно назвать полиплоидом. При этом там макси-польца будут включать гены и РНК, а мини-польца будут включать гены, редактирующие РНК. Так как кинетопластид держит значительное скопление ДНК, то окрашивается теми же гистологическими красителями, что и клеточное ядро. Например, можно провести окраску по романовскому гинзу и там таким синим раствором будут окрашиваться окрашиваться, собственно, молекулы ДНК. К подтипу кинетопластида относится такой представитель, как трипанасома, относящийся к классу трипанастамида. Это паразитические жгутиконосцы, которые включают, помимо всего прочего, еще паразитов растений, в том числе каучуковых культур, и в целом они достаточно сильно введят каучуковым фонтексам. Строение клетки трипанасомид абсолютно стандартное. У них есть один передний жгутик, который образовывает модулирующую мембрану, один задний жгутик, который редуцировался. Жгутик, аппарат у них с фоксиальным теслом. Вообще это синопоморфия всех каугленовых, и, наверное, единственное, что всех их отделяет от всех остальных эукриот. Жгутик единственный, который остается хорошо развитым, образует ондулирующую мембрану. И трипанастамида имеет очень большое медицинское и ветеринарное значение, так как трипанастамида является возбудителем заболевания собственно человека и животных. Первое, наверное, одно из важнейших заболеваний это трипанасома гуция вызывает, это возбудитель сонной болезни. И жизненный цикл, и резервуарные хозяева, а также переносчики, располагаются в средней альфике, и это мухи ЦЦ. Для сонной болезни будут характерны анемия, сонливость и без лечения, к сожалению, сонная болезнь приводит к летальному исходу. А также есть американский вид, который называется трипанасома крузи, и вызывает она болезнь Чагаса. Ее переносчиком являются поцелуевные клопы, и, собственно, здесь у нас как раз жизненный цикл трипанасомы крузи представлен, которые кусают спящих людей в кожу губ, дальше происходит заражение человека через расчесывание места укуса. И, собственно, вместо укуса заносятся испражнения клопов, которые ни в чем себе не отказывают, в том числе и в том, чтобы использовать в качестве туалет в нашей кровати. Спящий человек расчесывает эти места, и на первом этапе заболевания в организме человека поражаются линч-узами. И там происходит активное размножение бесполое, активное бесполое размножение собственно трипанасома. Затем паразит переходит в кровь и, повторно кусая человека, зараженного уже трипанасомой, заражается клоп, внутри которого происходит половой процесс. При половом процессе две два жгутиконосца сближаются друг с другом передними концами, собственно, передают половые продукты, а дальше продолжают свой жизненный цикл. Предполагается, что как раз болезнью Чагаса заразился Чарльз Дарвин в своем знаменитом путешествии и всю жизнь дальше страдал от него, потому что без лечения на самом как все проходят, но является менее летальней, чем трипанасома Бруция. Также к трипанасомидам относятся представители рода Лишмани, в том числе возбудители кожного и висцерального Лишманиоза. Переносчиками Лишманиозов уже будут москиты, которые летают по ночам и кусают людей в открытые участки тела. Резервуарным хозяином являются грызуны, соответственно, в грызунах они накапливаются. Если мы посмотрим на жизненный цикл, то, собственно, он начинается с кишечника москита, там развиваются жгутиковые формы Лишмани и происходит заражение млекопитающих. Через, собственно, при укусе москиты, через слюны и железы попадают в человека монадные формы. Они проникают в клетки иммунной системы хозяина в макрофаге и в них уже развиваются безжгутиковые формы. Макрофаги при этом переносят Лишманию в ближайших местах укус лимфатический узел, там жгутиконосцы продолжают размножаться, а на позже пораженных участков образуются мокнущие язвы. Сочащаяся, собственно, из них тканевую жидк спьют москиты и жизненный цикл таким образом замыкается. При этом внутри тела москитов происходит половой процесс, появляются новые монадные формы и может происходить обмен гибридными штабами. Собственно, переходим, наверное, давайте скажем, что к царству метамонада метамонад и большинство метамонад являются эндосимбионтами, при этом могут быть как паразитами, так и комменциалами многоклеточных животных и чаще всего живут в их кишечнике. Свободно живущие виды достаточно редки и встречаются в сильно загрязненных водоемах. При этом метахондрии у них утрачены в связи с обитанием в анаэробных условиях. Для метамонад будут характерны особые органеллы, которые называются митосомы и гидрогеносомы и судя по их строению, это пузырьки, которые окружены двойной мембраной и функциям, это как раз и есть эрудименты метахондрии, которые лишились своего собственного генома и не способны осуществлять реакцию окислительного фосфорилирования, собственно, чем и занимается обычная метахондрия у нас. Гидрогеносомы при этом вырабатывают АТФ в ходе анаэробных реакций окисления перувата с образованием ацетатов и выделением углекислого газа и молекул водорода. При этом метасомы при этом не вырабатывают АТФ, а синтезируют белки, например, цивлового шока и, в частности, участвуют в обменных механизмах железа. Редукция и исчезновения метахондрии в целом характерна для самых разных организмов, которые вторично возвращаются к анаэробным средам обитания. Известны даже некоторые многоклеточные животные, у которых отсутствуют метахондрии. И такой пример известен у микроскопических головохоботных червей, которые называются ларицифера. И, собственно, из них мы сейчас с вами обсудим немножечко класс трихмонада. Это такие паразитические представители метамонад. Они паразитируют в позвоночных животных, чаще всего в кишечнике и реже в мочеполовых органах. Клетка у них одноядерная, при этом обладает четырьмя кинетосомами и четырьмя жгутиками. То есть вот это, вот это, это более классическая форма, чем вот это. Один из жгутиков направлен назад и связан с ондулирующей мембраной. Вот, собственно, этот жгутик, который направлен назад. То есть, на самом деле, тут авторы немножко приврали этой иллюстрации, потому что они зачем-то нарисовали нам лишний жгутик. На самом деле, у нас будет три жгутика направленных вперед, и один жгутик направлен назад. И в данном случае ондулирующая мембрана будет представлена складкой на поверхности самой клетки, а не на поверхности жгутика, в отличие от ондулирующей мембраны трепаностомит. И под этой складкой находится белковый опорный стержень, который называется коста. То есть, вот здесь вот, вот она беленькая такая. Это коста. задний жгутик, который образует ондулирующую мембрану, будет упреклен к максимальным тяжам. То есть, тут история такая же, как у трехмона. в клетке имеется внутренний скелет из микротрубочек, который можно рассматривать как гипертрофированные жгутиковые корешки. Называется все это, в смысле, туда входит. Вот так. Аксостиль, это достаточно жесткий полый стержень из большого количества микротрубочек, но он способен изгибаться. и пельта. Это изогнутая пластинка из микротрубочек, которая расположена впереди ядра. Собственно, вот это вот будет. Вот это. Это аксостиль. Значит, а вот это, тут вот будет располагаться ее здесь. Плохо очень изобразили. Это пельта. Наличие мощной модулирующей мембраны и множество опорных элементов цитоскелета связано с необходимостью передвигаться в вязкой среде, то есть с режимом кишечника, в слизи и так далее. В передней части клетки между ведром и базальными телами жгутиков, которые называются кенитасомами, находится парабазальный аппарат. Он находится где-то тут. И этот парабазальный аппарат на самом деле представлен мощно развитым аппаратом Гольджа. У микротрихии и трепоносом есть медицинское значение, так как некоторые виды трихомонат могут встречаться как безвредные комменсалы в пищеварительной системе, а некоторые виды наоборот могут вызывать заболевания. В том числе, например, трихомонат является возбудителем трихомоноза. Это достаточно широко распространенное заболевание и носителями трихомонат являются порядка 10% населения. Это заболевание локализуется в мочеполовой системе и передается при половых контактах. И так как трихомонады являются обликантными анаэробами, во внешней среде они не выживают. Соответственно, бытовой способ заражения крайне маловероятен. Второй представитель, который представлен на слайде, это микротрихия парадокса. Это достаточно интересный представитель. Вот это. Так же слышите. Сейчас я соображу, как она пишется. Да, парадокс. Вот она, трихия парадокса. Он обитает в кишечнике термитов в Австралии. И это пример тройного симбиоза. так как у самих микротрихий тоже есть симбионты. Это целых четыре вида бактерий. Одни виды это бациллы, которые живут на поверхности клетки. Вот они. Выглядят они как бациллы. А нет, простите, не вот это, а вот это. Вот это бациллы. Два вида спирохет, которые различаются по длине. Вот тут как раз вот это спирохеты. соответственно симбионты есть как у микротрихии, так же есть и у термитов. И это достаточно уникальное явление, чтобы у симбионта был симбионт. Клетка микротрихии движется благодаря согласованному движению симбиотических спирохет и собственных жгутиков. Но собственные жгутики используются исключительно для руления. Учитывая наличие специальных морфологических приспособлений для прикрепления спирохеты, микротрихии можно рассматривать как недорганеллы, то есть они уже не способны существовать отдельно от этой микротрихии. Так, давайте пять минут ответы на вопросы. Если они у вас есть, пишите о них в чат. Я сейчас открою чат и буду готова на них отвечать. пока никаких вопросов не вижу. ну, тогда давайте поговорим собственно о как раз резалиях, которые я пропустила. У меня по какой-то причине не открывается полноценная презентация, но у меня есть такая презентационная зарисовочка, скажем так, те основные моменты я вам сейчас по ней собственно и расскажу. сейчас. Вот, пошли вопросы. Таксономические единицы названных животных просят меня повторить. Это на самом деле достаточно нетривиальная задача. У меня еще закрылись презентации. Сейчас я открою и повторю. Значит, у нас есть царство экскавата. Царство экскавата делится на два подцарства. Это подцарство, ну, или на царство экскавата делится на два царства. Давайте так скажем. Это царство гискова и царство метмонада. Так, сейчас я презентацию открою полминуточки. сейчас у меня открывается как раз презентация. Почти открылась. Почти ура. Значит, так, давайте вот отсюда. У нас есть на царство экскавата. Здесь мы сразу видим, что экскаваты так, сейчас я все-таки запущу. А я вам не показываю еще, потому все. Но это последний у нас такой сложный и нагруженный урок, в смысле урок, а лекция. Дальше будет все попонятнее, потому что мы почти добрались до многоклеточных животных, многоклеточные животные хотя бы чисто визуально вам более-менее знакомы. Открываем древо белотерии. Вот экскаваты. Это надцарство или супертаксон. К этому надцарству относятся два царства. Царство метамонада и царство дискоба. При этом в дискобах у нас есть тип ивбленовые, тип гетеролобозные амебы и тип кинетопластида. А в метамонадах есть тип дипломонады и тип парабазалий. Тип дипломонады просто по нему забыла сказать. В смысле просто по нему забыла сказать. Вот. Значит вот так выглядят дипломонады. Это как будто бы две клеточки, которые срослись друг с другом. При этом жгутиков у каждой клеточки было четыре, поэтому у самой дипломонады жгутиков восемь. надеюсь я ответила на ваш вопрос. Значит просит еще рассказать, что такое аксостиль. Аксостиль это белковый тяж, который армирует жгутик и делает его более жестким. пельта. Пельта это образование из микротрубочек, которое защищает ядро. Это такая пластинка из микротрубочек. Ну что-то типа головного черепа хотелось сказать. Черепа, черепной коробки. Просто защита ядра. Что такое коста? Коста это тяж, который армирует клетку в целом. Образован он из микротрубочек тоже. Окей. Значит, вопрос, будем ли мы проходить политических червей. Безусловно, будем. Окей. Значит, вроде я ответила на все вопросы, которые я увидела. Поэтому мы с вами перемещаем, ну, собственно, сейчас поговорим про этих про форминифер и не только. Только у меня опять презентация закрылась. Я не знаю, что происходит сегодня с моим компьютером. Он бастует. Сейчас, поэтому подождите, пожалуйста, минутку. могу вам пока котик показать. Его зовут Бас. Он очень мешает мне читать вам землячь. Я стараюсь не отвлекаться. Так. Возвращаемся к нашей любимой схеме. Это она же просто перекрашенная в силу того, что презентация у меня сделана в черном цвете. Собственно, мы с вами видим, получается так, что мы разобрали резарий. И в резарий входят три типа. Это радиолярий, форминифер и циркозой. Но циркозой мы с вами не будем рассматривать, а про радиолярий и форминифер сейчас я пару слов скажу. Значит, радиолярий раньше объединялись в группу солнечники со всеми протистами, которые имели сходное строение, но подобно, собственно, солнышко, у которых все органы были, ой, не органы, а цитоскелеты, и не только цитоскелет, но и в целом скелетные иглы располагались в форме шара. На данный момент все-таки радиолярий и солнечников настоящих, не все солнечники бывшие входят в настоящих радиолярий. Это достаточно интересные животные, обитают обитают они в планктоне и парят там, собственно, за счет своих вот этих скелетных игл. Эти скелетные иглы у них образованы из карбоната кальция чаще всего, и очень многие представители, очень многие покровы, донные, донные отложения представлены, собственно, скелетами из этих животных. Дальше, собственно, группа в резавиях это форминиферы. И форминиферы это такие достаточно забавные животные, у которых есть внешняя раковинка, они в ней живут, но из раковинки могут высовываться тонкие такие нити, которые являются ловчим аппаратом. Из форминифер состоят меловые отложения, и форминифер тоже очень много на морском дне. Наверное, если вы когда-нибудь смотрели близко на морской песок, то вы видели всяких маленьких улиточек, но на самом деле это форминиферы. Жилой камерой форминифер является только самая последняя камера, самая большая. В предыдущих камерах может накапливаться кислород, а может находиться морская вода. Вот эти внешние скелеты форминифер помогают им защищаться от хищников. Соответственно, вот так они выглядят, когда они охотятся. На эти длинные нити налипает пища, вот эта схема, соответственно, эта фотография, на них налипает пища, и таким образом животное питается. Так, сейчас я опять переключусь на другую презентацию, и мы продолжим с вами. Нам осталось совсем чуть-чуть, дальше будет, я надеюсь, что легче и интересно, потому что я понимаю, что одноклеточная достаточно тяжелая тема, потому что только недавно это все было преобразовано систематиком. Итак, значит, мы с вами разобрали оливиолиат, разобрали строминопили, срезария, ну вот этих всяких мы отпустили, потому что о них вам расскажут, надеюсь, на курсе ботаники. Поговорили о экскаватах, поговорили о амебазоях, и нам остались только апистаконты. Собственно, к ним мы и переходим. Апистаконты это задние жгутиковые протисты, в отличие от всех остальных, ну от большинства остальных протистов, в которых жгутик все-таки передний. Жгутик у апистаконта один, потому что я напоминаю, они относятся к униконтам, то есть одножгутиковым. У апистаконта достаточно большие проблемы с пластидами, их просто нету чаще всего, и у апистаконт начинает наблюдаться тенденция к образованию многоклеточных форм, ну собственно чего они и добились в конечном счете, потому что все многоклеточные животные представлены апистаконтами. Для апистаконта характерно наличие пластинчатых криз у митохондрий и в них находят две филогенетические линии, скажем так, это многоклеточные животные и воротничковые жгутиконосцы или так называемая животная линия и настоящие грибы плюс микроспоридии, это так называемая грибная линия. Грибную линию мы опустим, потому что повторюсь, по идее вам об этом должны будут рассказать на ботанике, а с вами мы поговорим только о животной линии. И самый интересный представитель, пожалуй, апистаконт, который из протистов, это воротничковые жгутиконосцы или хуанофлагеляты. Соответственно, флагела это жгутик, хуано это воротничок. Это одна из базальных групп жизнедневжгутиковых организмов. Возможно, она является даже базальным для всех апистаконов. Строение клетки очень примитивное. У них есть тело клетки и есть воротничок. Воротничок образован из микротрубочек. Ой, не микротрубочек, простите, микроворсинок. Но эти микроворсинки, они, естественно, армированы микротрубочками. Давайте, наверное, вот на эту фотографию посмотрим. Здесь видно, что это отдельные микротрубочки. По центру этого воротничка из микротрубочек образуется жгутик. Жгутик один. Соответственно, если мы с вами сделаем поперечный срез через вот этот воротничок, вот так, то мы увидим с вами вот такую вот картину. По центру будет располагаться один-единственный жгутик, а вокруг его будут окружать микроворсинки. Жгутик бьется и организовывает ток воды. Вода заходит между микроворсинками и выходит сверху. Вот так идет вода. Питательные вещества при этом будут оседать... Ой-ой-ой-ой-ой. Я забыла включить презентацию. Значит, вот. Вот жгутик, вот воротничок, тут микроворсинки. Вода заходит между микроворсинками, поднимается наверх и выталкивается жгутиком из вот этого воротничка из микроворсина. По поводу линий давайте я вам тоже покажу. Вот это грибная линия, вот это животная линия. В целом строение клетки у хуан-флагелет или у воротничковых жгутиконосцев абсолютно стандартная для протистов. И воротничковые жгутиконосцы имеют тенденцию к образованию колоний. Они просто слепляются своими базальными сторонами клеток, образуют такие шарики и, собственно, эти шарики живут как единый организм, но еще не обладают специализированными межклеточными контактами. У них гаплодиплобионтный жизненный цикл с эзиготической редукцией. Соответственно, у нас есть гаплоидный представитель, который преобразуется в гаметы или выбрасывает гаметы тоже гаплоидные. Гаплоидные это одинарный набор. Гиплоидные это двойной набор. Соответственно, гаметы сливаются, получается зигота гиплоидная, она может несколько раз бесполу размножаться, потом происходит миоз, то есть половое деление, не половой процесс, а процесс образования гамет. Получаем гаплоидный набор. В процессе миоза проходит редукция числа хромоцон. Гаплоидный набор тоже может какое-то количество раз без пола делиться и дальше происходит слияние, опять жизненный цикл замкнулся. Почему считается, что воротничковые жгутиконосцы могут быть предками для всех многокречных животных? Потому что если мы посмотрим на губок, то с вами увидим, что у губок есть клетки, которые очень сильно похожи на воротничковых жгутиконосцев. эти клетки называются хуаноциты и занимаются они фильтрацией пищедобывания. Так, предлагаю сделать еще раз перерыв. Сначала я поотвечаю на вопросы, давайте пишите мне сейчас свои вопросы, а потом мы сделаем перерыв на 10 минут и начнем с вами разговаривать про губок потихонечку. Так что я жду ваши вопросы. Если они есть. мы видим, вопросов у вас нет. Сейчас на моих часах 18.07 я предлагаю продолжить занятие в 18.20 это будет 13 минут перерыва, я думаю, что после перерыва мы позанимаемся еще в районе 15, можно 20 минут, поговорим просто про общую характеристику губок и останемся с вами до следующего занятия. если у вас колор значит воротничок. Да, значит, на этом кружке мы с вами будем говорить только о беспозвоночных животных, потому что кружок называется зоология беспозвоночных внезапно. где можно найти пресноводную губку водягу в любой реке в целом. Почему мы не будем проходить циркозой? Потому что циркозой это очень маленькая группа, вряд ли она вам в жизни пригодится, если только вы не соберетесь идти на кафедру зоологии беспозвоночной. Давайте может сразу про губок. Нет, мы губок с вами продолжим на следующем занятии, не переживайте. Итоги урока подвести. Я не понимаю, почему вы пишете, кто-то пишет нет. Хорошо, давайте сразу про губок. Сейчас, хорошо, мне надо просто открыть презентацию, попить водички, но мы можем продолжить сразу. Хорошо, я вас поняла. 15 минут безусловно несерьезно, но вообще на губок рассчитан примерно полтора часа. Сейчас я открою презентацию. продолжим. Я, честно говоря, не очень понимаю, как можно подвести итоги урока, потому что мы с вами прошли много разных типов. Но итогом урока, мне кажется, можно считать то, что у нас закрыты все теперь одноклеточные протисты. Ну, все самые распространенные группы. На самом деле, естественно, протистов гораздо больше, чем я вам дала. Ой, нет, сейчас. Я в процессе открывания презентации, извините. У меня сегодня ноутбук не хочет со мной хорошо работать, но я его заставлю. И я почти справилась. Где найти аминь в дикте астиле, честно говоря, я не знаю. Так, я пока закрою чатик. Если у вас будут появляться вопросы, пишите их. Все равно, после того, как мы поговорим с вами о глупках, я вернусь к чатику. И так, значит, губки. Это самые примитивные, простейшие животные. Ой, простите, многоклеточные животные. И они являются одними из самых древних многоклеточных. В том числе отмечают спикулы. Это такие палочки внутри губок, которые их армируют. Спикулы губок, возраст которых датируется примерно 600 миллионами лет. Это исключительно водные животные, которые преимущественно населяют моря. Однако, есть и пресноводные виды, но их крайне мало. Они имеют вид корок, наростов, трубок, цилиндров, кубок, чаш, сумок и так далее. Окраска губок может быть самая разнообразная, но преимущественно она желто-красного цвета. Размеры губок могут варьироваться от 1-2 миллиметров до 2 метров и более. Собственно, есть губки, в которые совершенно спокойно может влезть аквалангист со всем своим оборудованием. Губки ведут прикрепленный и неподвижный образ жизни. И поэтому их достаточно долгое время не относили к животным в принципе. И только в 19 веке установили, что губки все-таки активно прокачивают через свое тело воду. Мы изучили их строение и признали губок животными. На данный момент известно порядка 8 тысяч видов губок. И питаются они взвешенными в воде частицами. Эта уникальность губок состоит в том, что они все время перестраивают свой организм, адаптируя водоносную систему для того, чтобы более эффективно фильтровать. Тело может иметь радиальную симметрию, но чаще всего губки это асимметричные организмы. Губок можно встретить на твердых субстратах ввиду того, что они ведут прикрепленный образ жизни. Например, они могут обитать на подводных скалах, раковых моллюсков, затопленных в древесине и также на коралловых рифах. Однако некоторые виды губок могут использовать и песок, и ил в качестве субстрата, но таких видов гораздо меньше. Большая часть губок живет на мелководье, но, например, стеклянные губки могут жить и на больших глубинах. От хищников губки защищаются механически, собственно, теми самыми спикулами и химически. Некоторые из губок синтезируют токсины, однако для человека губки опасности не представляют, но могут быть виды, которые вызывают дерматит при непосредственном контакте. То есть, если потереться об какую-нибудь особо ядовитую губку, ну, будет покраснение кожи и немножечко болеет. Но в целом губки достаточно безопитные животные. Едем дальше. Систематика губок включает в себя четыре класса, которые делятся на две группы. В первую группу входят класс известковые губки и класс гомосклеродные губки. Гомосклеродные губки – это одни из самых продвинутых губок, наверное, вообще из всех представителей. У них появляется своеобразная закладка тканей, и у них появляются плюс-минус настоящие петели. Однако из гомосклеродных губок или гомосклеродные губки не образовались никакие другие организмы, поэтому они считаются тупиковой веточкой эволюции. Вторая группировка включает в себя демоспонги и гексактинолит. И, собственно, из кремнироговых губок считается, что потом образовались все остальные организмы. У губок есть три принципиальных варианта строения. Первый и самый примитивный – это аскон. На латыни аска – это сумка. Соответственно, аскон – это сумчатого строения губка, внутри которой есть одна фильтрационная полость. И здесь у нас сидят, собственно, клеточки, которые занимаются фильтрацией. Это хуаноцит, но сейчас мы разберем клеточный состав, кубок. Хуаноциты – у нее есть отверстие, которое называется лоскулюм, и поры, через которые вода проходит во фильтрационную камеру. Соответственно, вот это фильтрационная камера. Следующее по усложнению – это строение по типу сикона. Да? Да. Сейчас я проверю, мне кажется, что я могла что-то напутать. Ну, вроде нет. Значит, это сикон. А, нет, простите, это не сикон, это лейкон. Все, все правильно, я думала. Лейкон. А это сикон. Я надеюсь, я ничего не перепутала, но я вот это вот в конце занятия уточню. Значит, собственно, вторая по сложности, я не буду называть названия, давайте просто вычеркнем, а про название вам на следующем занятии скажу, чтобы сейчас, не дай бог, ничего не собрать. Не было ничего. Значит, вторая по сложности строения губка представляет из себя, как будто бы много асконов, которые сложили друг с другом вместе. Вот эта губочка. У нее есть поры. Вот поры. Есть фильтрационные камеры. Вот они. И есть отреальная полость. Вот она. Отреальную полость выходит вода из фильтрационных камер, поднимается наверх и выбрасывается через основу. И самый сложный вариант – это когда у нас есть много фильтрационных полостей. Есть, собственно, отреальная полость. И вода на пути со внешней стороны губки к внутренней проходит через несколько фильтрационных полостей. И только после этого попадает в отреальную полость и выбрасывается из состава, и выбрасывается из губки. Клеточный состав губок, несмотря на их примитивность, достаточно разнообразный. Во-первых, там есть хуаноциты. Это как раз те самые клетки, которые напоминают по строению воротничковых жгутиконосцев. Они располагаются в фильтрационных камерах, но останавливаться на них не будут. Хуаноциты. Из хуаноцитов образуются хуанодермы. Дальше. Вот хуаноциты. Хуанодермы. Дальше у нас есть пинакоциты. Которые образуют пинакодерму. Это такие плоские клеточки, которые выполняют функцию типа нашей кожи. Но пока что настоящими эпителими не являются, так как они не лежат ни на базальной пластинке. И у них нет специфических межклеточных контактов, которые характерны для эпители. В состав пинакоцитов входят клетки пороциты. Это, собственно, клетчики, которые образовывают поры. Между пинакодермой и хуанодермой располагается мезохил. Это слой межклеточного вещества гелеобразного. И в мезохиле у нас могут находиться стероциты. Это клеточки, которые синтезируют, собственно, спикула. Могут находиться архиоциты. Это клеточки, которые перетаскивают еду туда-сюда. И могут находиться различные просто клетки с включениями. Но в момент перестройки в мезохил могут попадать и пинакоциты, и хуаноциты. Собственно, вот если мы посмотрим на принцип строения, тут желтым у нас отвещено пинакодермо, красным отвещено хуанодермо. Соответственно, да, аскон, сикон, лейкон. Все я правильно сначала вам сказала, вот мы и уточнили. Вода заходит в поры, фильтруется в фильтрационной камере, выбрасывается. Здесь опять тоже вода заходит в поры, попадает в фильтрационные камеры, фильтруется, выбрасывается. Значит, вот атриальная полость у сикона, то есть вот эта вот полость, будет подослана также пинакодермой. И последний это лейкон. Вода проходит через несколько этих фильтрационных полостей, попадает опять-таки в атриальную полость, атриальная, если что, полость. И атриальная полость также у нас выстроена пинакодермой, и вода выбрасывается через оску. Губки являются типичными фильтраторами, и для губок характерно достаточно интересный способ питания. Собственно, вода заходит, и на первом этапе у нас происходит отбор пищевых частичек. Значит, если пищевые частички слишком крупные, то прямо в поре их поглощают клетки мезохилы. Чаще всего это делают амебоциты. И начинают их уже в мезохиле переваривать. Если в пору попадает что-то неперевариваемое, его тоже хватает амебоцит, везет до отверстия, до выхода в атриальную полость, выплевывает там, ну или до осплюма, как у разных по-разному происходит. И, значит, вот эти неперевариваемые частички, например, песка, не вредят нежной хуанодерме. Сейчас, у меня тут будет видео, надо бы вспомнить. По-моему, это видео посвященное тому, как эффективно губки перераспределяют потоки жидкости внутри себя. Сейчас посмотрим, если я ничего не путаю. Я надеюсь, что я ничего не путаю. Да, вот, собственно, у нас губочка достаточно крупная. Она имеет тип строения сикон, ой, тип строения лейкон. И, собственно, вот здесь мы видим, как водолазы распределяют просто краситель, который нам поможет увидеть, насколько эффективно губки фильтруют. С одной стороны от губки достаточно локализованно. И через некоторое время этот краситель начинает проходить через свои губки, и мы видим, что губка распределила его на гораздо больший промежуток, нежели его изначально распределяли водолазы, что говорит нам о том, что потоки воды внутри губки расходятся эффективно. Губки, как я уже сказала, армированы различными спикулами, и эти спикулы у разных классов губок отличаются по своему строению. Ну, самые простые, это, соответственно, палочки или одноосные спикулы. Дальше идут двухосные спикулы, у нас, по-моему, здесь их не изображены, трехосные спикулы, четырехосные спикулы, сферасты, то есть спирические спикулы и так далее. И если вот эта вот схема, то вот это у нас фотография, собственно, фотография спикул губок, полученная с помощью сканирующего электронного микроскопа. И здесь мы можем увидеть, что губок очень действительно интересные по строению спикул.